Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Торговая идея, которую я давал вчера, активировалась. Биткоин упал на 57 тысяч долларов, а упал он, потому что кто-то продал 10 тысяч биткоинов, предположительно, американское правительство. Активировалась моя торговая идея, дернулся биточек вверх, на затем провалился еще ниже, и, к сожалению, сделку закрыло по стоплоссу. В этом видео пройдемся по биткоину, эфиру, и вот смотрите, какое было падение. В районе 57 тысяч я ставил торговую идею, активировалась, а затем джик, и вниз пошло, закрыло по стоплоссу. Вот эти три бара на объемах, которые вы видите, в них примерно 10 тысяч биткоинов. То же самое количество, которое американское правительство перевело на бирже. Они были проданы, и цена упала вот где-то здесь. Вчера биткоин поднимался с 57 на 59, затем упал биткоин, активировалась моя торговая идея, биткоин отскочил, а потом упал еще ниже. Посетители у меня на сайте 49600, bitcoinprice.live, капитализация рынка 2.13 триллиона долларов, индекс страха и жадности в страхе, цена биткоина 57500. В этом видео сделаем теханализ биткоина, эфира, покажу вам свой торговый аккаунт на полмиллиона долларов. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Тесла плюс 6,3%. Прекрасно. Сделаем теханализ Теслы тоже. Покет плюс 5%. Насдак плюс 2%. Биткоин 57466. Давайте начнем с недельного таймфрейма. Недельный. Что мы видим? А нет, это месячный. На недельный давайте перейдем. 57450. Криптогурбот все еще держит сигнал на покупку. В продажу еще не перевернулся. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. Покупки пока что нет. Стахастик. Что стахастик? Разворачивается вниз. Снова. Стахастик. Торговые объемы. Красный бар. Пока что. Три дня еще остается до завершения недели. Теперь давайте на дневном посмотрим. Стахастик вверх разворачивается. Но цена вверх не идет. Вот что плохо. Это дивергенция. Ребята. Стахастик вверх идет. Но цена идет вниз. Это дивергенция. А что нам покажет RSI? На RSI дивергенции нет. Потому что траектория такая же, как и у цены биткоина. Моя вчерашняя торговая идея, которая активировалась, а затем закрыла ее по стоп-лоссу, к сожалению. Посмотрите. Опускался биткоин. Сработало. Но потом он пошел ниже. В общем, эта торговая идея уже не актуальна. Для того и нужны стоп-лоссы, чтобы не терять лишние деньги, если цена идет против нас. Если вы еще не зашли в сделку, или зашли, а ее закрыло, то по текущей цене я бы все-таки не перезаходил. Похоже, что биточек снова пойдет вниз. Легко может опуститься на этот уровень поддержки. На 53 тысячи. Ну, то есть, было-то падение, а потом восстановление на хороших объемах. Но, почему-то рынок продолжает падать. Нужен сильный, хороший отскок от уровня поддержки. Мы пока что его не видим. Биткоин опустился на 56 тысяч. И отскочил на 57 тысяч. То есть, это вообще ни о чем. Поэтому вот так биткоин я бы поторговал. И где-то здесь поставить тейк-профит на 71 тысяче. Честно говоря, не знаю, давайте еще вернемся на дневной. Посмотрим, что там. Тут все еще расширяющийся клин, из которого мы выходим вверх. Все еще неплохие торговые объемы. Биткоин в импульсе в волнах и лета. Цена ушла под скользящие средние. Двухсотые EMA. Поэтому, да, я бы оставил эту торговую идею. Цена входа 53.391. Стоп-лосс на 52.487. Тейк-профит на 71.700. 72. Так, если биткоин идет в этом канале. 72.48. 71.45. Поэтому есть вероятность того, что будет болтаться между 71 и 45 в данный момент. Тренд не подтвержден. Я не вижу каких-то основных паттернов. Давайте еще на 4-х часовой. Смотреть. Двойная вершина на 4-х часах. Или даже тройная вершина. На 62.000. Это теперь уровень сильного сопротивления. От которого развернулся биткоин. На 54 у нас поддержка. Я бы, да, по этой торговой идее. Попробовал торговать. На 53.300. Ну а пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 60.000 долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. И после этого присоединяйтесь к моему телеграмму. На моем торговом аккаунте. Вчера просел баланс, конечно. Вчера по сделке был в профите на 6.000 долларов. А теперь в минусе на 340. Размер позиции 316.000 долларов. У меня тут было профита и 20.000 долларов. Уходил в минус на 20.000. Большая волатильность на битке. И посмотрите, где я брал. Биточек. Я продал перед этим падением. По 65.000. И затем откупал дно. А теперь биткоин. Встретил сопротивление на 62.000. И не может его пробить. Уже минус 180 долларов. По сделке. Но может сейчас в ноль выйду. На балансе 565.100 долларов. По месяцу давайте посмотрим. 587 было. Потом опускался на 577. 595. 530. 612. 589. 598. Ну и теперь опустился на 565.000. Ну тут тоже можно сказать в боковике. По биткоину у меня самая крупная позиция. Из того, что я держу на Bybit. Давайте вернемся еще на график. Поразмышляем. На месячном таймфрейме. Бычий флаг. Чашка с ручкой. Хорошие торговые объемы. Неделька. Нисходящий расширяющийся клин. А нисходящий расширяющийся клин это бычий паттерн. Но пока что что бычки не видно. В общем, такие дела на биткоине. Теперь давайте посмотрим на эфир. Проанализируем еще другие активы. Эфириум 2576 долларов. Пока что держится. Опускался он на 2100 долларов. И вот почему я открывал сделки тогда. Удачно подбирал альткоины. Я вам сейчас покажу. Какой я красавчик. Вот, например, эфириум. Я четко поймал дно на эфире. Под 2000... Сколько? 93. Ну и теперь эфириум 2500. Это по эфиру. Стахастик в перепроданности на недельном. Направлен вверх. На дневном тоже стахастик вверх идет. Поднимался на 2800 эфир, но... Затем развернулся. Сильный уровень поддержки на 2300. Похоже, что держится пока что, но... Мне кажется, будет падать. Смотрите, тут что... Чин, Чи Джин. И, скорее всего, пойдет на уровень поддержки. Поэтому, если заходить, то я бы подождал. Будут еще какие-то плохие новости. Еще какое-то правительство будет что-то продавать. Опять провалится рынок. Можно будет подобрать эфир. Пока что он, конечно, держится, но... Думаю, что... Все-таки... Пройдет ниже. Соотношение риск-прибыль 16.83. Риск 44 доллара. Заработать можно 750. Это в расчете на один эфириум без плеча. Теперь смотрим на общую капитализацию рынка. 2 триллиона долларов капитализация. Вчера доходили до 2.11 триллиона. Потеряли 5% капитализации. Перейдем на недельку. На недельке то же самое. Чашка с ручкой, бычий флаг. Вот она, чашка с ручкой. Также у нас бычий флаг. Еще у нас нисходящий расширяющийся клин. Все то же самое, что и на биткоине. Какие торговые объемы на прошлой неделе? Смотрите. 395 миллиардов было проторговано на прошлой неделе. На этой неделе пока что... Сколько там? Еще заседание комитета скоро. 22 августа. Короче говоря, мы видим, что на этой неделе упали торговые объемы. По сравнению с предыдущей неделей. Там было 395 миллиардов долларов. Ну а на этой неделе поменьше. Давайте еще на дневном смотреть. Был хороший разворот. В общем, где-то здесь будет заседание комитета по ценным бумагам. Через несколько дней. Похоже, что рынок может уйти тоже вниз. Тут нисходящий тренд. Смотрите. Похоже, что можем уйти даже на полтора триллиона долларов. Но это будет, конечно, жестко. Такое падение. Тут есть годовая поддержка. И я надеюсь, что в случае чего там удержимся. На 1.6 триллиона долларов. Если продолжится такое падение на рынке. Пока что картина такая себе, конечно. Мы видим на графике много бычьих паттернов. Но рынок идет вниз. Может начаться паника. Но альткоины перепроданы. В данный момент. Хорошо. Теперь давайте почитаем ваши комментарии. Джеймс, пожалуйста, сделайте ханалис Теслы. Обязательно сделаем. Есть ли чашка с ручкой на доджкоине? Надо проверить. Байден и Камала. Не уважуха. Да. А я там запостил. В твиттере. Обязательно подпишитесь на мой твиттер. 86500 фолловеров. Это я в 2018 делал такой твит. Тогда биткоин стоил 920 долларов. А эфир 10 долларов. И примерно 10 тысяч биткоинов. Продано за последние 3 часа. Толкаю цену на 56 тысяч. Это в 2 часа, в 3 часа. Короче, несколько часов назад. Это распродажа биткоина. 4000 биткоинов. Вот здесь, вот в этой свече. Следующая свеча была примерно... Примерно была... Свеча. 3000. 5000 биткоинов. Следующая. Ну, короче, вот эти 3 свечи. Это было там примерно 10 тысяч биткоинов. В этих свечах, которые отправили биткоин вниз. Эти 3 свечи. Американское правительство перевело 10 тысяч биткоинов стоимостью 600 миллионов долларов на Coinbase. И затем... Видите, вот на графике. 3 свечи. Биткоин падает. В этих свечах примерно 10 тысяч биткоинов. Я не уверен, что когда-либо был более явный пример принципа «Смотри на их действия, а не на слова». В контексте криптовалютного сброса со стороны демократов. Два крупных слива биткоина Силкруат, архитекторы Чоукпойнт 2.0, повышены в команде Харрис. Юридическая атака SEC на криптовалюту продолжается безостановочно. Поэтому, если вы думаете, что администрация Байдена, Камала Харрис, как-то поможет криптовалюте, они вам просто врут. Потому что все это время, пока они при власти, они разрушают криптовалютную индустрию. Биткоин отвязался от корреляции с NASDAQ примерно в тот самый момент, когда американское правительство переводило 10 000 биткоинов. Ожидаем хорошее восстановление на рынке после того, как закончится эта продажа. А вот она, корреляция с NASDAQ. И когда американское правительство перевело на биржу 10 000 биткоинов, то биткоин отвязался от корреляции с NASDAQ. Это мое вчерашнее видео. Но биткоин упал после этого. Активировалась моя торговая идея, которую я давал вчера. Но, к сожалению, биткоин упал, и сделку закрыла по стоп-лоссу. Теперь давайте посмотрим на Теслу. Тесла-то выросла на 6%. И вот посмотрите на Теслу. А торговая идея на 150 не активировалась. Но я также ставил на 200 и 190. Давайте посмотрим на недельный. Всегда нужно начинать с недельного таймфрейма. Стохастик направлен вверх. Хорошие объемы на покупку. И формируется большой паттерн. Симметричный треугольник. Внутри давление-давление. И выходим вверх. Цель 578 долларов. Это мы измерили по основанию треугольника. Вот так, если поставим, переместим сюда. И получим 578. И похоже, что действительно будет выходить вверх. Потому что как раз там уже пора и выходить. Тут раньше уже выходила Тесла. Но это оказался ложный пробой. Зашла обратно в треугольник. Но похоже, что паттерн все-таки отработает. И Тесла выйдет вверх из этого треугольника. И пойдет на 578. Теперь вернемся снова на комментарии. Не думаешь ли ты, что биткоин падает, потому что падают все остальные рынки? Правительство же не продавало 10 тысяч акций. Эпл, Гугл, Теслы. У правительства просто нет этих акций. Эпл, Гугл, Теслы. Но у них есть биткоины, которые они продают. И поэтому это влияет на рынок. У них было 200 тысяч биткоинов. А теперь у них 170 тысяч биткоинов. А где они вообще получили эти биткоины? Они их взяли с сил Кроад. Они арестовали эти чувака какого-то арестовали, который создал сил Кроад. И когда они его арестовали, они конфисковали примерно 200 тысяч биткоинов. Это огромные деньги. 10 тысяч биткоинов – это 600 миллионов долларов. А 100 тысяч биткоинов – это 6 миллиардов долларов. То есть у них биткоинов на 12 миллиардов долларов. И прикиньте, что американское правительство начнет все это продавать. Было у них 220 тысяч биткоинов. Осталось 170 тысяч биткоинов. То есть они продали уже 50 тысяч биткоинов, получается. А каждые 10 тысяч биткоинов – это 600 миллионов долларов. То есть они продали биткоина – это на сколько получается? На 3 миллиарда долларов. Это действительно влияет на рынок. Почему? Потому что рынок биткоина не такой большой, как фондовый рынок. Как рынок Теслы, например. Google там 2 триллиона долларов. Apple 3 триллиона долларов. Прямо сейчас вообще весь криптовалютный рынок. Если все вместе, то это 2 триллиона долларов. Поэтому, когда правительство продает биткоины, то это действительно оказывает влияние на цену. И у них осталось еще много биткоинов. 170 тысяч. Надеюсь, что кто-то убедит их не продавать это все в рынок. Но если они продолжат их продавать, то мы даже представить себе не можем, как низко может провалиться биткоин. Обычно у кого-то нет 10 тысяч биткоинов, чтобы продать за одну ночь на 600 миллионов долларов. Только правительство могут это сделать. Поэтому, да, это является причиной дампа. И поэтому мои торговые идеи выбивают по стоп-лоссу. Вот почему. Но если в долгосрок смотреть, то это показывает, что, чтобы провалить биткоин, нужно очень много денег. Для того, чтобы сдвинуть цену на 4 тысячи долларов, нужно биткоина на 600 миллионов долларов. Но когда рынок биткоина начнет расти, то такие продажи будут оказывать все меньше и меньше влияния на цену. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, торгуйте аккуратно, ставьте плотные стоп-лоссы, сохраняйте свой капитал, заходите в рынок на сильных падениях, ставьте туда цену входа, ловите отскоки и закрывайтесь. И торгуйте аккуратно, старайтесь набирать позицию на сильных падениях и готовьтесь к сильному отскоку. Но все это не финансовый совет, проводите свои исследования, принимайте свои решения, торгуйте осмотрительно. Помните, что криптотрейдинг это вообще рискованно. Но еще более рискованно даже не попробовать трейдинг. Не учиться, не торговать, не инвестировать. Проживете до 80 и сдохните в нищете. Всем хорошего дня и увидимся завтра.